Важная дата в истории нашей страны 70-летия Парада Победы на Красной площади. Сотни боевых машин и десятки тысяч военных, отличившихся в боях. Они прошли на глазах у всего мира. Это легендарное шествие запечатлено на лентах множества советских и зарубежных кинохроникеров. И даже в цвете. Воспоминания непосредственных участников тех событий и уникальные архивные кадры в репортаже Сергея Зенина. Сегодня участники Парада Победы 45-го прошли почти тем же маршрутом, что и 70 лет назад от Александровского сада, куда к могиле неизвестного солдата весь день приносят цветы, и до Мавзолея, к подножью которого 25 июня 45-го бросали боевые знамена армии Третьего рейха. Итог самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Владимир Константинович Шустав. Боевое крещение прошел в Сталинграде. Тяжелое ранение, контузия. Вернулся в строй и гнал потом фашистов до конца войны. Китель с орденами полковник Шустав носит редко. Тяжелый. Но главная награда, как он считает, всегда с собой – память об участии в параде. Вспоминает, что испытал ощущение абсолютного счастья, когда сделал первый шаг по Красной площади. Тут думки не было, радость только так. Тут удовлетворение, как будто человек вновь родился. Говорят, что неверующих в окопах не бывает. Многие коммунисты крестились перед боем и прятали под гимнастерками православные кресты. Уцелеть было сложно в этом аду без веры в силу, способную защитить. В то, что может поднять в атаку. Мне рассказывал отец, как молодые люди, имевшие одну винтовку на двоих, шли вперед навстречу двигавшейся танковой армаде. Многие из них не вернулись. Что двигало этими людьми? Ведь совершенно ясно, что с винтовкой нельзя в руках с винтовкой справиться с танком. Люди не рассуждали рационально. Они шли вперед по призыву сердца. Они понимали, что за ними Родина. Ветераны, пришедшие сегодня на праздничную встречу в Храм Христа Спасителя, получили в подарок от патриарха иконы с изображением Георгия Победоносца. Исторический факт, что в дни этого святого завершилась Великая Отечественная война. Первый летний месяц 1945-го фронтовики готовились к маршу победителей. И 24 июня, несмотря на плохую погоду, в ливень состоялся парад. Парад снимали 80 кинокамер. Планировали сделать два фильма. Один черно-белый, другой цветной, на немецкой пленке. Опыта обработки в цвете не было, и большая часть трофейного целлулоида улетела в корзины. Удалось смонтировать всего 19 минут. Время могло уничтожить и эти фрагменты. К нему, к этому параду мы все время относились трепетно. Мы его хранили и верили в то, что когда-то появятся технологии, которые позволят его сделать приятным для восприятия глаза. Цветную копию теперь можно посмотреть. Старая проявочная машина, из которой сотрудники архива кинофотодокументов сами собрали реставрационный аппарат, убрала все потертости и царапины за час. А потом, несколько дней, мощный компьютер трудился на доцифровке изображения. Кадр за кадром. Парад победы был восстановлен. Оригинал же лежит на вечном хранении. Вот этот фильм особо ценный. 5701. Негатив. Парад победы. Сегодня фильм показали ветеранам, участникам парада. Смотрели внимательно, вглядывались в лица марширующих в надежде увидеть себя. Сергей Зенин, Елизавета Волчегорская, Первый канал.